Вход в общежитие на улице Гришина строго по пропуску. На входе за порядком следит охрана. Чтобы получить ключи от места временного проживания, нужно предъявить пропуск и расписаться в книге посещения. Всего под общежитие 3-4-5. Иногородние студенты едут на учебу в Актубе со всех уголков региона. Иногда и соседних. У кого нет возможности снять квартиру, распаковывают чемоданы в общежитии. Медицинская справка, оплата за проживание и затем регистрация. Оплата за месяц проживания составляет 5 тысяч тенге. Как и положено в студенческом общежитии, где сейчас проживают 86 студентов, имеется свой распорядок дня. Дети утром подъем 7 часов. Занятия начинаются в 8.15. Они отсюда уходят по времени, смотря, чтобы не опоздать на занятия. Отбой у них в 11 до 10 вход. Опоздавший уже здесь записываем. Первокурсник Айбулат Жулдагалиев сознательно выбрал общежитие. Говорит, что это первый шаг к независимости. А вместе с друзьями веселее и к сессиям готовится, и даже развивать кулинарные способности. Резолюцию на получение комнаты уроженец Храмтауского района получил сразу. Мне здесь нравится. В месяц платим 5000 тенге. Комната у нас уютная. Живем вчетвером, вместе кушаем. Сегодня у нас макароны. Приготовили сами. К слову, макароны – одно из любимых блюд студентов. Их мы сегодня заметили не в одной сковородке. Тоже макароны, да? И здесь у нас макароны. Второкурсница Камбат живет в общежитии с момента поступления. Вместе с соседками делает уборку ежедневно. Девушка говорит, что и студенческая жизнь здесь кипит. Я уже здесь живу второй год. Мне здесь нравится, хорошо, весело здесь. Мы каждый месяц планируем сами за год, что будем делать, какие там концерты. Сами делаем. Каждую субботу у нас стекотека. Почему вы выбрали общежитие вместо съемного жилья? Я решила выбрать общежитие, потому что здесь удобно, близко к колледжу. И мои родственники живут вдалеке, но отходятся дешевле. Комнаты, можно сказать, здесь повышенной комфортностью. Имеется бесплатный Wi-Fi. Стены и потолки тоже чистые. Но все же некоторые претензии у проверяющих сегодня нашлись. Меня, например, не удовлетворило то, что мало количества холодильников, это первое. В холодильнике малые емкости. Это нету стиральных машин. Как сказали, всего одна стиральная машина. Ну, представьте, если на сегодняшний день более 80 детей занимаются, когда может человек постирать свои вещи, даже вот элементарно. Здесь имеется и кухня. То есть готовят непосредственно. И, я думаю, какая-то арендует организация, которая занимается приготовлением пищи, питания. Где-то порядка первого, второго, третьего, порядка 500 тенге. Ну, я считаю, для студентов это очень дороговато. Представители партии власти, молодежных организаций, сотрудники местной полицейской службы и студенческие активисты должны проверить 14 общежитий. Но после проверки ректорам отправят рекомендации по улучшению условия. Лиза Сакиева, Сергей Калашников, программа «Факт».